МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале НЕКТВ новости в студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. Война или мир? Огонь на востоке Украины решено прекратить. Торговля в обход закона. Чтобы продавать алкоголь по ночам, калужский магазин выдает себя за кафе. Бархатный сезон настал. Начало сентября порадует теплом и отсутствием дождей. Киев утверждает, что все украинские воинские подразделения с 19 часов по московскому времени прекратили огонь на востоке страны. Как мы уже сообщали, представители Украины и Луганской, Донецкой народных республик договорились об этом на переговорах в Минске с участием ОБСЕ. Как передает Интерфакс со ссылкой на свой источник, представители сторон подписали и соответствующий протокол, который отражает все аспекты контроля, обмена пленными и другие вопросы. Однако эксперты восприняли эту новость не слишком оптимистично. Я думаю, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы установился мир, потому что приближаются осенние холода, а там и зима, и вести в подобных условиях боевые действия трудно. Поэтому, естественно, обе стороны заинтересованы в затишье. И, кроме того, украинская армия потерпела поражение, и украинские власти заинтересованы в том, чтобы армия могла спокойно перевооружиться, пополниться свежими силами. Но, в общем-то, подобное соглашение, оно не гарантирует прочного мира, оно гарантирует всего лишь перемирие на данном этапе. Потому что, скорее всего, украинские власти, если сохранятся нынешние правители в Киеве, они продолжат попытки захватить Донецк и Луганск силой. Поэтому, в данном случае, данный договор, с этим рассматривает скорее как перемирие, чем как прочный мир. Тем временем, 3,5 тысячи европейцев извинились перед Путином за действия своих властей. На сайте derputin.com жители стран Запада могут подписать открытое письмо российскому президенту. Авторы обращения извиняются за действия своих правительств и публикации СМИ, голословно обвиняющие Россию в агрессии. Среди тех, кто поставил в свои подписи граждане Германии, Великобритании, Чехии и Словакии. Принятие ЕС новых санкций против России могут отложить, если в кризисе на Украине будет отмечена деэскалация. Как сообщает Рейтер, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО Уэльсе. Напомню, ожидалось утверждение нового пакета санкций, которые могли затронуть российско-оборонную промышленность Госбанки и энергетический сектор. В Калужской области тем временем не наблюдается дефицита продуктов. Овощи подешевели в среднем на 3%. Подешевела и мороженая рыба, потому как нашлись новые поставщики. Необходимо и дальше насыщать региональный продовольственный рынок рыбной продукции, отметил министр конкурентной политики области Николай Владимиров. Решить задачу призван новый рыбоводческий комплекс, открытие которого в скором времени запланировано в Буровском районе. Калужские молокозаводы способны накормить свой регион и не обидеть соседей. Уровень самообеспечения достаточно высок, почти 90%. Наша молочная продукция славится прежде всего качеством и натуральностью. Правда, обратная сторона этого – маленький срок хранения. А следовательно, потенциальные трудности в реализации. За натуральность не так давно поплатился Таллицкий молочный завод. На него подала в суд общественная организация «Союз молоко» за то, что в рекламе предприятие использовало слово «натуральное», тем самым унижая производителей, выпускающих продукт с большим сроком хранения. Как наши молокозаводы борются за свой производительный уровень, узнала Ольга Золотина. Над качеством молока начинают работать еще в коровнике. Фермеры знают, любой стресс отражается на количестве и вкусе продукта. Поэтому к буренкам только бережный подход. При дойке с этим лучше всего справляются роботы. В сухиническом хозяйстве заметили – бездушной машине коровы доверяют как минимум на пару литров больше молока. Человеческий факт сведен к минимуму, и из-за этого получается безстрессовое молоко. Потому что робот не умеет ни кричать, ни обижать животных. Он делает только свое дело. Робот дает комбикорм, соответственно, корова идет за комбикормом. Комбикорм – это и есть стимулятор как лакомство для человека, так же комбикорм для коровы. При заходе в робот у коровы есть датчик на шее, и робот считывает, пора ли доится или нет. Если нет, то он ее пропускает. Если да, то он начинает обрабатывать и производить доение. Далеко местное молоко не уезжает. Его отправляют на предприятие в Сухиниче. Коров она покидает утром, а с завода уже при всем упаковочном параде отправляется в магазины вечером. Оперативность определена малым сроком хранения. Натуральное залеживаться не может. За быстротой реализации следят специалисты предприятия. Но не все торговые сети, особенно федеральные, готовы принять такие условия. В областном центре до недавнего времени молочная продукция из Сухиничей была редким гостем. Сейчас ситуация несколько изменилась в лучшую сторону. На молокозаводе предполагают, что свою роль сыграли санкции. В последнее время в связи с санкциями к нам увеличилось количество запросов на нашу продукцию. В настоящее время нам все-таки удалось выйти на положительную результат с одной из федеральных сетей. И, скорее всего, наши покупатели скоро увидят нашу продукцию на полках данной федеральной сети. Я надеюсь, что мы подружимся, и эта дружба будет долгой и крепкой. С крупными магазинами уже удалось наладить сотрудничество к козельскому предприятию. Молоко поступают сюда от нескольких ферм. Все хозяйства на хорошем счету. Однако, каждую приемку сырья сопровождает проверка. За несколько минут лаборанты понимают, стоит ли иметь дело с этой партией. Проверяется здесь по показателям. Жир, кислотность, плотность, белок. Лаборант проверял это количество соматических клеток. А это прибор, который определяет непосредственно антибиотики. Вот такая-то изполоска показывает, что антибиотики отсутствуют. Продукция одобрена и идет в дело. Как и на любом современном предприятии, молочных рек здесь не увидеть. Все герметично и автоматизировано. Выполняется минимум операций для сохранения всех полезных свойств продукта. Пастеризуется при оптимальных температурах, это порядка 80 градусов пастеризация, 80-85. При такой температуре сохраняются все полезные микроорганизмы и убивается посторонняя микрофлора, от которой может развиться нежелательный эффект уже в молоке. Больше ничего не делается. Значит, нормализация, пастеризация. Контролирует качество молочной продукции в процессе производства. Первые же критики сотрудники предприятия, знающие о всех достоинствах продукта не понаслышке. Я люблю кефир, которые не йогурты, не сладкие, я не люблю кефир, люблю сметану, люблю, обожаю масло наше очень вкусное. Ну и всякие вкусности, сырочки, масточки вкусные, потому что натуральные. Потому что я даже внучке говорю, дочери, что наш творожок можно давать и ребенку, и молочко, и все. Поэтому я знаю, как мы делаем. Ольга Золотина, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ, Сухинические, Козельские районы. Четверть века на страже наших границ скалужские таможенники отмечают 25-летие образования ведомства. Оно стало первым в Центральном федеральном округе. Трудовые будни и планы на будущее в сюжете Андрея Ткачева. Принять декларацию и как можно быстрее проверить возимый товар – одна из главных задач Александра Стефанова. В таможне он работает уже 5 лет и за это время, говорит, ни разу не пропустил ничего незаконного. А ведь только за сутки досматривает более 300 тонн товара. В среднем через наш пост порядок проходит в сутки порядка 50 транспортных средств. Основной номинацией являются автокомпоненты для промышленной сборки транспортных средств, а также оборудование, предназначенное для предприятий, расположенных в Толшской области. Сегодня практически весь возимый груз успевает пройти проверку и отправиться дальше в течение одного дня. Такая оперативность обусловлена не только слаженной работой коллектива, но и обеспеченностью современными технологиями. Например, вот эта рентгеновская установка может увидеть все, что скрыто всего лишь за несколько секунд. Здесь мы видим преимущественно состав металла. Металл с высокой поглощенной способностью рентгеновского излучения. То есть посторонних вложений нет. Своей работой Александр гордится и никогда не жалуется на нагрузку. А в связи с политической ситуацией в мире она только увеличилась. Но даже при таких условиях все задачи выполняются в срок. И это при том, что в Калугу поступает много товаров из разных стран. Залог хорошей работы для него строится на двух основных принципах. Во-первых, любовь к своей профессии, ту работу, которую ты делаешь, она безусловно должна тебе нравиться. Второе, это знание всех положений, относящихся к твоей деятельности. Положение нормативных документов, относящихся к твоей деятельности. Без этого невозможно представить себе работу в таможенных органах. Официальные поздравления в адрес таможенников звучали в концертном зале областной филармонии. Отметить прекрасную работу защитников калужских границ приехал начальник центрального таможенного управления. Все эксперименты, все пилотные проекты мы стараемся проводить здесь, потому что здесь хороший инвестиционный климат. И здесь, в общем-то, прозрачные и предсказуемые участники внешнеэкономической деятельности. У них большие объемы, хорошие контракты. Здесь хорошо работает местная власть, губернатор Анатолий Митчар-Тамонов. Мы находим четкое понимание и взаимодействие. Поэтому, знаете, хорошая работа этого подразделения, оно одно из лучших в ЦТУ. Только за последние пять лет калужская таможня перечислила в федеральный бюджет 200 миллиардов рублей. А внешний торговый оборот превысил 30 миллиардов долларов. Продукция поставлялась из 110 стран мира. А благодаря новейшему оборудованию уже сейчас осуществляется удаленный выпуск товаров, перемещаемых авиационными и морскими видами транспорта. За прекрасную работу к награде были представлены 16 работников таможни. Не обошлось и без сюрпризов. Вот этот пункт мы хотим также вручить начальнику калужской таможни Игорю Ивановичу Ерошину в честь 25-летия от Центрального таможенного управления. Самое главное, мы ведем обязательно диалог с бизнесом, чтобы все наши технологии были понятны, чтобы их можно было использовать. Мы разъясняем каждую технологию, чтобы она быстро применялась, быстро использовалась с бизнесом, для того, чтобы сократить полностью издержки тех инвесторов, которые присутствуют в Калужской области. С мая 2014 года в рамках экспериментов в Калуге стартовала программа автоматической регистрации таможенных деклараций, поданных в электронном виде. В перспективе это станет обычным для всех регионов. Но главной составляющей потенциала для развития остаются люди. Подготовка кадров была и остается первоочередной задачей для нашего региона. Поэтому и концертом наслаждались не только мастера своего дела, но и будущие профессионалы. Андрей Ткачев, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Поселок с двойной пропиской Калуговский по административно-территориальному делению относится к Массайскому району Калужской области. А сама территория принадлежит Угранскому району Смоленского региона. Как получилась такая ситуация, выяснял Сергей Коробков. Поселок Калуговский, или как еще говорят местные, Калуговский – место уникальное. Он одновременно и есть, и нет. Его история началась в начале 50-х годов прошлого века, когда местные залежи торфа были взяты Калужской областью в аренду у Смоленской. На месте торфоразработок возник, как тогда считали, временный поселок. Поселение быстро росло. В лучшие годы Калуговский насчитывал полторы тысячи жителей. Здесь была своя больница, две школы, детский сад, клуб и так далее. В начале 80-х истек срок 30-летней аренды. Но юридический статус поселения так и не определили. И с тех пор ситуация не изменилась. Вот эта черная субстанция у меня в руке. И есть тот самый торф, которому поселок Калуговский обязан своим рождением, и который, похоже, стал для него проклятием. Сейчас здесь реально проживают чуть больше сотни человек, 20 из которых – дети. Административно поселок относится к Масальскому району. И районные власти как могут помогают жителям. В районном собрании поселок представляет два депутата. По вызову сюда приезжают скорые, пожарные, полиция, ходит школьный автобус. Но юридически это все делается незаконно. Ведь формально это территория Смоленской области, в которой она считается лесным массивом. И это только часть проблемы. Мы не можем оформить ни дома, ни землю, ни участки, не передать, не продать, ничего. Никаких работ проводить. Никаких работ проводить, не строить колодец, там что-то кому поставить какой-то. Ни электричество оттуда не идет, ничего. Все у нас подвязано отсюда, с этой стороны, от Масальска. Все оформлены документы, все через Масальск. Долгос и сельсовет, все привязано отсюда. Значит, в Смоленской области нам отпадает вариант, правильно? Ну да. А еще жители боятся остаться без газа, ведь калужские газовики не могут работать на Смоленской территории. Решение давно известно. Присоединить территорию поселка к Калужской области. В 2010 году было подписано соглашение между администрациями Калужской и Смоленской областей об обмене территориями. И даже выбраны участки. Однако ВОЗ и ныне там. Идет движение по вопросу оформления земли в Калужскую область. Но как-то все это медленно. Соглашение подписано между Смоленской и Калужской областью. Я так понимаю, есть соглашение. Соглашение есть. Есть территория обозначена, сколько они будут обмениваться. То есть конкретные участки вымерены там? Конкретные участки, да, я думаю, что есть. Но очень медленно все это идет. Потому что я хочу, как и все, иметь свой дом, что это мой дом. Что моя земля здесь, что я здесь хозяйка. А у меня нету этого. Нету свидетельства на собственность. Я как бомж здесь живу. Только в паспорте стоит прописка. Мы решили выяснить, так ли уж бездействуют власти в решении судьбы колуговцев. И обратились за комментариями к главе администрации Массальского района. Все предварительные переговоры, уточнение границ, координаты этих территорий с Министерством лесного хозяйства, с Управлением архитектуры, все сегодня проведены. Я очень надеюсь, что в текущем году все документы будут направлены в Совет Федерации для принятия решения уже правительством Российской Федерации для обмена территорий. Сейчас пакет документов ждет подписания обоими губернаторами. После чего слово останется за федеральными чиновниками. И когда они его скажут, остается только догадываться. Сергей Крабков, Никита Богатов, телекомпания НИКТВ, Смоленская область. Магазин или пятийное заведение. После 10 вечера продавать алкоголь в торговых точках запрещено. Однако некоторые предприниматели экологии нашли способ обойти закон. Контрольную закупку сделал и Андрей Хорошавин. Небольшое заведение на баррикад 114. Как только сумерки сгущаются, оно пользуется необычайным спросом. А по праздникам может собрать и очередь на улице. Говорят, именно здесь ночью можно запастись чем-нибудь горячительным. Итак, на часах у нас 22.18. И алкогольные напитки уже не должны продавать в магазинах. Но сейчас вот в этом магазине мы попробуем купить их. Помещение крохотное. С трудом вмещает трех человек. Здесь же и несколько холодильников с ночными ценами. В покупке, как оказывается, нет ничего сложного. Вот в пакете две баночки пива, которые только что были куплены. Единственная продавщица попросила спрятать их в черном пакете. Это заведение обратило на себя внимание уже и калужские власти. Городоначальник поведал о своей утренней экскурсии по детской площадке. Ее совсем недавно сделали в сквере через дорогу. А теперь завсегдатые заведения на баррикад именно здесь восполняют недостаток столиков. А продажи алкоголя знают, но ничего не могут сделать. Это проблема, потому что хозяева переводят этот магазин в общепит. А чтобы сделать общепит, там просто уведомление идет. И тогда можно торговать любое время. Есть пробелы в законодательстве. А с тем магазином, ну это тема для отдельного разговора. Я не знаю, что там, кто куда хочет перевести. Но, видимо, эти люди, которые являются владельцами этого помещения, они не имеют никакого морального права у меня после вот этого всего. Там вообще что-то открывать. Я уверен, что там не позволит состоянии этого помещения открыть вообще какой-то объект. Кроме как продажа туалетной бумаги. Заведение уже накопило штрафов и замечаний. И даже зафиксированы факты продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. Впрочем, и здесь пока предпринимателям удается избежать ответственности. Для возбуждения уголовного дела по статье 151 прим Уголовного кодекса Российской Федерации продажа спиртных напитков несовершеннолетним должна осуществляться систематически. То есть должно быть выявлено у одного и того же продавца два и более случаев. Пока у продавца кафе выявлен один подобный факт. Тем не менее, деятельность этого кафе в этом направлении взята на контроль. Почему же такой магазин прикидывается общепитом и до сих пор работает, никто ответить не может. От комментариев контролирующие органы отказываются. Впрочем, проблема значительно шире. Такие псевдомагазины можно встретить по всему городу. Андрей Хорошайн, телекомпания НИКО ТВ. Погода нас еще порадует теплом и солнцем, обещают синоптики. Свои вправа вступает золотая осень. Днем воздух прогреется до плюс 20, местами до 23. В ночные часы около 10 тепла, при этом без осадков. Такую погоду принес нам обширный антициклон. По прогнозам, тепло и сухо в регионе будет еще пару недель. Так что есть возможность спокойно дособирать урожай, насладиться солнечными ваннами и хорошим настроением. Ну а далее новости спорта. Их нам представит Александр Комиссаров. Добрый вечер. Калужские спортсмены снова завоевывают медали. На этот раз в первенстве мира по русским шашкам. Подробности прямо сейчас. Два серебра и бронза. На днях в болгарском городе Кранево завершилось первенство мира по русским шашкам. В 12 турнирах играли 200 спортсменов из 14 стран. Калужанки Ирина Арунина и Полина Пенигина выступали в возрастной группе 14-16 лет. В первый день проводились соревнования по молниеносной игре. Ирина, лидировавшая на протяжении шести туров, проиграла последнюю встречу и стала в этом виде второй. На следующий день в быстрой игре Калужанке досталась бронзовая награда. Все последующие дни соперницы играли в классические шашки. И здесь Ирина на протяжении всей марафонской дистанции находилась в лидирующей группе. На финише у нее было одинаковое количество очков с соперницей. Но показатели системы коэффициентов отбросили нашу спортсменку на второе место. Полина на всех этапах выступила ровно. И у нее в итоге два шестых и одно пятое место. Наш следующий сюжет о человеке, который более 20 лет профессионально занимается легкой атлетикой. Мастер спорта Анатолий Арчаков в свои 48 до сих пор выступает в команде ветеранов. Этот сезон станет заключительным в карьере профессионала. Подробности в материале Антона Липовского. Так легко и непринужденно проходит первое знакомство. С порога гостям предлагают чашку кофе, но на это просто жаль тратить время. Анатолий Арчаков настоящая легенда региональной легкой атлетики. Он, между прочим, единственный в истории, кто смог выиграть московский международный марафон три раза. О его победах можно говорить часами, и все равно всего не упомнишь. Зато вспоминается забавная история про международный омский марафон. Когда Анатолий посчитал, главный приз – необоснованная роскошь в жизни легкой атлета. Выиграл марафон. Я просто за первое место была машина. Я подумал, что она мне не нужна. И я просто ее не взял. Взял, не выдали ее сумму деньгами. Она мне помешала бы в дальнейшем заниматься спортом. Как у большинства спортсменов, вместо декоративных украшений на полках – кубки и медали. Кстати, здесь не все, почти все самые цены отправились в музей, что в спортшколе юность. Так, посчитал Анатолий, будет правильно. За свою профессиональную карьеру он объехал почти всю Европу, побывал на Юго-Востоке. Не был, разве что в Австралии и в Америке. И при всех результатах и заслугах так и не получил звание международника. Даже за победу на международном московском марафоне. Ну, история такая, что, ну, был много раз готов бежать по международнику. Ну, понимаете, присваивается или по времени, и раньше присваивалось за победу хотя бы одного международного марафона. По времени у меня получилось так, что много выигрывая марафонов международных, по времени у меня получалось даже вплоть до абсурда, не хватило на одном марафоне всего-навсего 3 секунды. На марафоне, представляете, что 3 секунды. Это просто, можно было бы не забежать, попить водичку один раз, и все. В Минспорта сказали, за победу больше не присваиваем. Ну, и возраст сыграл свою роль, и международника выполнить так и не удалось. При этом уникальный Анатолий Арчаков начинал с полутора километров, потом бегал 5-10, дошел до полумарафона. Первыми тренерами Анатолия стали обстоятельства. Школа находилась так далеко, что проще до нее было добежать. Потом и работа. 20 километров в одну сторону на автобусе, обратно бегом. И только к 27 годам понял, что его дистанция ровно в 2 раза больше, а именно 42 километра. Началось все с первой большой домашней победы. Это мой первый пробег, первый пробег. Лев Толстой Калуга, 20 километров, когда я первый раз выиграл в Калуге пробег. 20 километров был, раньше традиционный. И я его выигрывал 9 раз. 9 раз? Да, 9 раз подряд. Когда-то было в Калуге и такое. Сейчас здесь только тренировки. Длинные маршруты по Бору, шоссе и работа на стадионе. Оттачивать приходится буквально все, ведь парафон – это борьба с самим собой и борьба тактик. Обычно отсиживание. Отсиживание. И, ну, как все, если готов, хорошо, то обычно, как у нас говорят, садишься в спальный вагон. А спальный вагон – это там, где заканчивается группа лидеров. Вот бегут здесь группа лидеров, становишься сзади здесь человек и бежишь, смотришь просто. Потом отсеиваются сзади еще кто-то, выходишь опять. Про выносливость говорить не приходится. Бывало, конечно, что и не добегал. Такая уж дисциплина. Случалось так всего дважды. В результате травмы и влажный климат в Хельсинках заставил остановиться. А еще сильная жара, судороги, спазмы мышц. Сейчас Анатолий Арчаков выступает по ветеранам. В этой категории он уже дважды чемпион России. Но этот сезон решил все же будет последним. Дальше бегать будет только для себя. Но делать этого он не перестанет. Ведь бег для него – это далеко не просто работа. И это целая философия. Анатолий, ну ради чего все-таки бегать в марафон? Я начну с того, что это самая длинная дистанция. И за это время прокручивается вся жизнь. Это длинная дистанция. Но после того, как ты пробежал, и если я очень быстро пробежал, ты получаешь такую эйфорию от того, что ты это выполнил. Антон Липовский, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКО-ТВ. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо, Александр. Далее смотрите прогноз погоды. Приятных выходных. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова